так ребятки сегодня у нас очередная достопримечательность франкфуртская вот сюда мы пришли вот так вот такое здесь расписание у нас сегодня у нас праздник по праздникам у нас 10 до 4 до значит что у нас здесь коротко и ясно ребята коротко и ясно у нас здесь зверушки зверушки лес лес кстати наш городской там было написано до франкфуртский даже какой-то магазин в котором продают дичь из этого нашего прекрасного городского леса находимся мы на юге франкфурта живем мы на юге франкфурта и это в принципе наш вот местный лес буквально вот у нас последний район в городе которым мы живем с южной стороны франкфурт-зюд так сказать и совсем близко можно велосипеде там или буквального 10 минут на машине и оказываешься вот в таком роскошном лесу все различные здесь деревья есть кольчатые лиственные и даже есть вот фонари и что удивительно сколько уже здесь живем по моему вот именно в этом месте мне кажется один раз очень давно мы были но не дошли до этого самого дома где вот всякие эти зверушки такое маленькое как сельское хозяйство скажем так ну что здесь интересно тоже там не надо платить за вход на дети например ну взрослые могут пообщаться с животным миром там всякие курочки сейчас посмотрим не буду рассказывать уже забегать вперед что хочу еще сказать похвастаться похвастаться тут действительно эти фонари блин вы видели тут даже фонари есть не слышит меня неважно сегодня ровно месяц и два дня до месяца два дня что я провожу эксперимент над собой в позитивном смысле этого слова эксперимент позитивный полезный для здоровья я так сказать начал диету кто-то скажет какую диету ты же наверно там худой стройный но в мире все относительно ребята я нужно критично к себе относиться если от нас не относиться к себе критично то материя начнет сама относиться к вам критично и тогда уже будет неприятно я смотрел один раз про полицейского такой репортаж по телевизору он там занимался спортом тренажерном зале он сказал переводят с немецкого скажем так перевод конечно корявый будет так сказать нужно мучить в позитивном смысле свое тело и организм и наш организм и тело начнут рано или поздно мучить тебя но я думаю вы поняли о чем речь месяц и два дня я отказался от ну когда вы будете смотреть этот видеоролик пройдет еще больше времени я надеюсь что я продолжу заниматься тем что наметил себе полностью отказался от сладкого тут вот один недостаток это самолеты очень низко идут на посадку взлет пусть пролетит месяц два дня уже без полностью сладкого вообще без сахара в какой-либо форме его не натуральный и без выпечки до плюс калорийная диета поскольку у меня уже чуть-чуть сейчас висит одно место чуть выше пояса я не хочу чтобы она оказалась ниже пояса это место чтобы не сместилась в принципе сейчас 40 с копейками да если я буду продолжать также как продолжал сейчас не буду вдаваться в цифры в килограммы и так далее потом попозже если продержусь действительно все будет нормально тут то потом расскажу обо всем короче решил я вот этим заниматься до месяца продержался что значит без сладкого сладко это нужно организму конечно но я его принимаю в форме натуральной форме фруктозы до например фрукты я кушаю фрукты ну как в меру а насчет вот вам и идиллия а насчет калорий я считал их поначалу с приложением где-то 1700 калорий не больше 2000 я стараюсь употреблять и вес пошел вниз короче за месяц я потерял где-то 5 килограмм вот так вот без всякого спорта просто соблюдая диету да конечно тяжело но делает все это очень просто я когда-нибудь посвящу еще может быть ролик 2 этому делу потому что у меня тут вот получилось до сих пор нужно просто сильно себя ограничивать во всем ну конечно же никакого алкоголя никаких сигарет тоже этого всего нету и все получится тогда без страданий конечно ничего не получится когда хочется есть когда вот желудок тянет постоянно значит идет на пользу значит вы все делаете правильно вот так вот кого интересует подробно расскажу как-нибудь ну а сейчас идем смотреть зверушек это маленький олень и это маленький олень это чашкурка тут про корневую систему рассказывается все это что настоящее дерево это что настоящее дерево да он все бегает и говорит что это что это разный тип древесина видишь где дуб 1 4 5 вот дуб очень медленно растет очень старые деревья становится ценное дерево это угадывать видишь угадывать название фишки тут вы были со школы да даже скучно да но на улице же тоже есть вольеры по моему с животными ты боишься адам не бойся тут ночь что темно очень должно же быть так сделано что из из и сами пошли первым это ночной лес здесь а может быть это самое там дальше нельзя идти оа зажглось лишь вам нужно чуть-чуть идти чтобы зажигался следующий свет там датчики датчики есть вы меня не пропускать в игре сидите вперед и не пропускайте меня это уже выход наверно нет все наверно а нет да вот выход вот выход ну что немножко прошел дают это интереснее такого детям дошкольного возраста такого знать перед школой что такое тоже походить на тех кого интересует действительно посмотри вот как меряют ствол дерево линейкой режут короче ты была комната ночная опять же повторюсь ребята все это бесплатно да приходи изучай историю своего города кстати карта франкфурта еще какие-то макеты туалет и вон все есть бесплатно тут даже лифт есть адам очень понравилось здесь для занятия до места для классов и так далее но ему очень нравится да здесь поиграться можно с машинками да а это вот показывают показывают наглядно чтобы детям вот смотри что происходит когда мы мусор выкидываем он адам посмотри вон мусор кто-то побросал видишь мусор нехорошо бросать и видишь зайчику на голову мусор попал адам смотри краска ой-ой-ой-ой мусор посмотри зайчику и тут кто-то мусор выбросил посмотри муравей муравей попался в мусор посмотри а этот плачет потому что он попался он попался в пузырик посмотри там тоже мусор ой улитка как переживает мусор нехорошо кидать нехорошо мусор кидать да иди что происходит да нельзя мусор кидать что картина а тут тоже адам посмотри здесь тоже мусор посмотри кто-то кинул мусор здесь ой как нехорошо посмотри мусор птичка несет думает что это еда своим птенцам а тут круто и у ю ю ю и как нехорошо библиотека здесь даже есть ты видела туалета да здесь а сюда можно приезжать почаще гулять до тебе же здесь понравилось даже не ну здесь сильно что хорошо можно погулять по лесу и сходить туалет тоже книжку хочешь адам заказал книжку давайте адаму какую тоже хочешь читать книжку адам я жую жвачку кстати может быть чавку и за кадром так что прошу прощения тебе звонят наверно кто-то звонит узнать или здесь открыто здесь все как выман анти видео здесь как кухня слышишь посудомойкой вам все дела приходи готовь себе жить можно посмотри даже целая кухня здесь все что хочешь есть это кафетерия душу не здесь трогать она нельзя это не для нас здесь кто-то работает на просто крана еще праздник а куда весь народ разъехался на праздник я не понимаю там у них кафетерия посмотри да да ты видела уже короче даже узнала это место вообще музыка играет а надеюсь не забанят это видео какая-то туда же было со своей школой в каком классе во втором кто-то живет сейчас посмотрим ой тут макеты всякие да осторожно надо мне не не уроне да мой как интересно гнезда тут вот специально для таких как ты нет не открывается а ты помнишь что вы здесь делали а в каком классе это было а сейчас в каком-то шестом четыре года назад вспомнила ой ребята смотрите змея тут настоящую до под тарелкой там прячется шевелится вон он надо она потеряла чешую линяло подошли она перестала там вращаться мне интересно кто вот интересуется природой дети есть тоже всякие жучки мучки а вот в этих штучках берешь и раз это рассматриваешь но нужно настроить на эндаш не здорово сделано но это наши местные пересмыкающийся да я так понимаю так это называется о смотри какой улей а там сидит грамм громадная осано шкафа са говорю сова нужно показать адаму она гигантская он еще не видел наверно мы решили воспользоваться тем что кого никого сегодня здесь нету так так я еще никогда не был в музее одному мы решили воспользоваться этой кухней сейчас придут и скажут вы чё здесь делаете а вот здесь у нас почему он любезли что кушаем торт так тому что взяли смотри какая оранжевая сумка и оранжевая собачка кстати кто знает откуда эти собачки из какого магазина сказать виноградику покушаем рубашечка стильная рубашечка дрова сека откуда взяла шокоброд твой любимый да я не знаю что он придумал шокоброд у него все шокоброд это хлеб потому что мы на днях мы его шоколада не давали он уже какими только именами не называл все это проголодался и ну супер место да зимой когда холодно прямо прохлада погода можно прийти тоже неизвестно что здесь творится когда не праздник сегодня у нас праздник да может здесь очень много народу по выходным здесь среди недели наверно это класса экскурсии до на выходных но еще раз придем сюда посмотрим это такая локация интересная для выходных зимой тоже сейчас пойдем магазин смотреть здесь не да да там у них еще платформа какая-то наверху есть это снаружи можно выйти смотри вон она до самого низа эти это лестница там смотровая площадка наверно теперь мы задние забыр забрались на это здание вот такой вот лестнице где мы внутри были с вами и вот это дерево которое внутри тоже стоит корневую систему которого можно рассмотреть у него подняли вот до самого верха здесь сделали такой вот беседочку это что-то баум залезть зачем тебе нужно тебе не хватает высоты полазить по дереву я лучше не надо и крыша у них здесь такая натурально засажена самые лучшие крыши никаких проблем с наверное с влажностью да сейчас пойдем вниз ада будь осторожна даже туда его не сажать маленький прудик здесь есть сейчас пойдем здесь искать животных да за самолетами здесь тоже можно наблюдать хорошо а Какой красивый петух, ой какой красивый, смотри какой красивый, красавец, а там свинья, пошли свиньи посмотрим. Какая свинья, смотри, ой, какая свинья, ой, 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 кабан, это кабан, кабан. Как делает кабан, ой, побежал, 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 ой какой кабан, еще, да, это кабан, 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 да, тебе нравится кабан? Это свинка, свинка, ну да, можно так тоже сказать, ой какой кабан. Все, я теперь спокоен, что мы нашли куриц и кабанов. Вот вам и в зоопарк не надо ходить. Еще, да, это павлин, Адам, павлин, павлин, смотри какой у них песочек здесь, ах пазан, извините. Кстати, очень похож на павлина, наверное, одно и то же семейство, нет? Нет. Да то же самое павлин, только хвоста нет, ободранные. Ну и тоже разные есть. Павлина же эти павлины. Так, мы пошли теперь гулять по наружной территории. Ребята, и тут пропинка и всякие вот интересные такие вот места. Тут есть ограда, чтобы никто не забрался из диких животных, наверное, чтобы близко не подошел. Там водоем даже, если что, если много воды натекает, вода, наверное, собирается. А тут у нас ульи с пчелками. Вы знаете, сколько живет пчела? От куколки до спелой, зрелой пчелы, сколько проходит дней до смерти? 40 дней, ребята. Октябрь месяц у нас, а пчелы вовсю работают. У Адама одна мечта тут найти магазин, да? А тут что у нас? Нужно найти эти три танца, потом их туда положить. Три шишки найти. И что потом? И гонял. И гонял. Гонял ты? Да. Молодец. Давай еще погоняй. Вперед. Давай погоняй еще. Вот тут шишки лежат какие-то тоже. А, это всякие конкурсы, чтобы делать. Видишь тут? Правила вон. И какие шишки, сколько это самое. Сколько баллов. Ну это тоже самое. Сколько баллов. Да, и нужно собирать шишки. Вот все разбегаются здесь по лесу. И кто-нибудь теряется, наверное. Шишки. Я нашла еще здесь. Тут тоже какая-то штуковина. Можешь поиграть тут музыкальный инструмент лесных, лесных духов. Вот, давай. Нужно не забыть защитить авторские права, а то еще мелодию кто-нибудь украдет. Как называется эта мелодия? Канчука. Окей. А чем она? А Адама. Может она? А Адама что? Который в туалет сходил. Прекрасно. 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 Что, устал? Угу. Ну вот, так вот все это и выглядит здесь, ребята. Всем, кто живет в Транкфурта округа, можно посоветовать сюда. Если вы любите природу, вас интересуют такие вещи, сюда можете смело направляться с детьми, не знаю, там, посмотреть. Но они старше, я думаю, где-то 11-12, в 10 лет тоже будет им скучно. Тут написано отпуск для ног, ребята. Без асфальта и ботинок. Декабрь месяц. Средняя полоса Европы. Ну у нас сейчас... О, октябрь месяц. Наслаждайся, Даша. Ну как? Примерно как мы в Испании были в апреле. А ты не торопись, не торопись, так не считается. Да, что ты так... Больно чуть-чуть. Наслаждайся. Тут мелкий щебень. Хора. Что такое? А он тоже хочет пойти? Подожди, подожди. Ну как ощущения, Даша? Что самое больное и что самое приятное? А там шишки, шишки, да, в конце. Ну тут острый щебень. Ну это нормально. Ну тут вот, так бы это было хорошо, но здесь маленькие камушки. Ты, кстати, еще не выздоровел и босиком тут ходишь мне. Закаляешься, еще не успела это самое. Часто, подожди, я тебе помогу. Сумка. Сумка. Вначале одну ногу давай. Ты облокотись, вон лучше обойди. Облокотись попой от перила. Что все находилось? Или вон на лавочку сядь? Она мокрая, наверное. Вон следующий ходит. Oi, ты устал, ты устал сильно? Покажи зомби, как зомби ходят. Покажи. Адам, покажи, покажи, как зомби ходят. Вот так, да? Вон ты что делаешь? Вот это зомби, да? HDMI значит тут у нас следующий паркур тут с разбега можно прыгать в зависимости от результата подходишь вот к табличке которая находится рядом можешь себя сравнить с прыгунами животного мира тут у нас блоха полметра тут у нас кузнечик пушка полтора метра заяц прыгает у нас на 2 и 2 метра так тут у нас что лисица прыгает почти на 3 так там был кролик на тут заяц из половины метра тут у нас что-то козлина рыбок рыбок кто это у нас не знаю лень уход никогда не знал что так ты посмотри 5 метров кабан прыгать ничего себе ну да надо спасаться от всего подряд так а тут что у нас а тут наверное лось 6 половиной метров ты посмотри здесь кто как далеко прыгает аль ты можешь сама себя тоже попробовать ты представляешь вот не поговори маме закрой чтобы она угадала какие животные причем все местные сейчас я посмотрю кто здесь на последнем месте кто у нас рекордсмен олень красный какой-то мне кажется это кролик потому что там был заяц еще дальше а